Потому что несправедливость. Эта семья всю жизнь здесь прожила. Плакаты и живая цепь вдоль забора. Так, возле саджиного яра отпугивали судебных исполнителей. По решению Фемиды, этот желтый дом должны были сравнять с землей. В 79-м году я родилась в этом доме. В 86-м году родился в этом доме мой брат. В 2001 году у меня родился сын в этом доме. Сломаются судьбы сразу нескольких поколений, если дом снесут все-таки. Дом разделен на две половины. Семья Маликовых живет тут уже 33 года. Люди рассказывают, в начале 2000-х вторую часть строения, вот эти развалины, выкупил судья. Правда, жилплощадь оформил не на себя, а на сестру-россиянку. Тогда же, по словам людей, хотел приобрести и половину Маликовых, но те от сделки отказались. Судья исчез на несколько лет, а его часть дома начала разрушаться. Дом этот вообще нежилой, непригоден к жизни. И наша половина из-за этого нежилого состояния тоже начала рушиться. Если бы мы это не сделали, наш бы дом, ну, может, не в таком состоянии был бы, так как мы здесь живем, но он бы рухнул в конце концов. Маликовы самостоятельно укрепили общую стену, заодно и второй этаж достроили. Признаются, никаких разрешительных документов для этого не брали. А когда закончили ремонт, получили извещение. Соседи подали иск, требовали снести двухэтажку Маликовых. Якобы их часть дома вся от фундамента и до крыши – это самовольно возведенная новостройка. Независимые эксперты дали заключение. Стенам на первом этаже уже 80 лет, но Фемида это проигнорировала. Здесь расписано подвал 27-го года, кухня, комната, комната 27-го года, строение. Суды не принимают это. Суды выносят антиконституционное решение, что весь дом самострой и снести весь дом под корень. И лишить семью Маликова на улицу оставить их. Семья уверена, так судья хочет захватить земельный участок. Центр города – парковая зона. Сегодня тут живут в основном чиновники, депутаты и крупные бизнесмены. Самая дорогая земля в городе Харик. До 200 тысяч долларов этот участок будет стоить. Маликовы дошли до самой последней инстанции высшего специализированного суда. Но там решение о сносе оставили в силе. Люди уверены, судья попросту договорился обо всем со своими коллегами. Адвокат ИСОВ это отрицает. Говорит, с Маликовыми судится не служитель Фемиды, а гражданка России. Во время строительства соседи сдвинули общую стену на 15 сантиметров. А значит, их половина – новостройка. Дом строится без единого документа, без единого разрешительного документа. Все уполномоченные органы говорят, что это беззаконие, это беспредел. Строить просто так, как кому-то вздумалось, как решилось. Нарушение всех строительных норм и правил – это опасно для жизни самих этих людей. Накануне исполнительная служба грозилась подогнать к дому тяжелую технику, защитить двухэтажку от сноса вышли гражданские активисты и соседи Маликовых. Будет неладный этот район, который считается богатым. Это санитарно-парковая зона. Что нам остается делать, если мы, допустим, тут живем, и они хотят всех убрать отсюда, таких, как мы, а построить себе такие хоромы. Так те, которые строят хоромы, тех не трогают. А те, которые остались жить, несколько человек таких осталось, и тех хотят убрать. Исполнители так и не появились. Люди предполагают, их спугнула шумиха. Что будет дальше, Маликовым и думать страшно. Если их половину дома снесут, идти семье некуда. Без крыши над головой останутся четверо взрослых и 11-летний школьник. Мы будем обжаловать в европейском суде. Обязательно. Мне некуда уходить. Это мое наследство от отца. Пусть тут стрела приезжает. Я сяду и буду сидеть там. Я не выйду со своего дома. Со своего дома, дома моего папы. Екатерина Морозова, Вячеслав Мавричев и Виталий Гнеды. Медиагруппа «Объектив».